Ну, в общем, 15 лет назад по каналу «Россия и по культуре», у вас, по-моему, культурой ловится, да, значит, шел фильм, который вел наш знаменитый киноактер и режиссер-общественный деятель Никита Сергеевич Михалков. Он назывался «Русский без России», посвященный, вот как уже сказал Диме, этой огромной планете, которая называется «Русское зарубежье», «Русская миграция», «Другая Россия», потому что в силу страшных трагических событий, мне вам говорить, 20 века, миллионы наших соотечественников русских и тех, кто считали себя русскими, оказались за границей и создали вот этот огромный феномен зарубежной России. Они там строили церковь, издавали книги, газеты, журналы на русском. Они очень старались служить своей стране, которую они утратили навсегда. И, к сожалению, сейчас, в наши бурные дни, это понятие как бы снова стало таким же вытрепещущим. Эмиграция, изгнание. Я работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженица на Таганской площади, напротив театра, где играл наш гениальный поэт Владимир Семенович Высоцкий. И вообще 30 лет вот моя жизнь связана с поисками русского наследия за границей. Я поступил в Советский фонд культуры, когда еще его возглавляла Раиса Максимовна Горбачева. Многие мигранты и их потомки дарили туда книги, архивы, значит, какие-то картины. Мы их раздавали в разные музеи, в том числе, я помню, и сюда, и в Эрмитаж, и в Царское село. Потом решили создать свою библиотеку, которую создали в Доме Марина Цветаева. Если кто знает, это в Москве Новый Арбат, кинотеатр «Октябрь», за ним идет Борисогребский переулок. И там дом, где Цветаева, одна из самых гениальных женщин, когда-либо рождавшихся на нашей земле. Там она жила 10 лет, она приехала туда с мужем, дальше года гражданской войны, он был в Белой Армии, потом пропал. Она похоронила одну ночь, вместе с другой выехала за границу, когда узнала, что он жив. Значит, там создали вот большую библиотеку, и там я начал свою деятельность. Вот, и, то есть, я работал в библиотеке, туда приходило очень много исследователей, читателей. Я там был один, и уборщица, и директор, и каталогизатор, все кроме бухгалтера, значит. Вот, много очень приходило туда народу, и я вот окунулся в эту тему, вы знаете, особенно вот наследие русской поэзии. Вот люди, которые жили вне своей страны, и, казалось, семья перебита, там имение сожжено, все потеряно, а все равно они продолжали ее любить, и вот это вот меня совершенно потрясло. И потом, я, как, в общем, все люди моего поколения, я вырос на Высоцком, я знаю около 400 его песен, я совершенно вообще больной абсолютно на нем. Я собрал 20 лет, я собирал огромную коллекцию вырезок из разных газет, журналов, каких-то билетов, каких-то этих, причем, что сам я один раз только видел его, как он вышел из необычайно грязного Мерседеса, маленький человек вышел, прошел просто какую-то дверь, сразу все улицы Высоцкого, Высоцкого, значит, там вот. И я всю эту коллекцию отдал его сыну Никите в музей Высоцкого, который прямо рядом за нашим домом, значит, на Таганке. Почему я начал свой рассказ о фильме Михалкова, потому что в конце каждой серии там звучала песня под гитару. Вы знаете, там крупными буквами ведущий Михалков, продюсер Чевчевадзе, водители, осветители, и мелко-мелко в конце, значит, так что автор-исполнитель песни. И так, что надо было брать лупу, влезать в экран, и все равно вы бы не увидели, значит, кто это такой, поэтому там ходили разные слухи, что это какой-то там соратник Вертинского, там еще чего-то там. Больше всего я позабавила запись, что это плохой вариант, значит, записи самого Вертинского. Значит, там было три песни, я начну с песни, которая называется «Сон». Она написана от лица человека моего поколения, который вот пытается дотянуться, вот увидеть этих людей, дотянуться как-то, дотронуться до них, ощутить их присутствие, значит, и понять все-таки, как и чем они жили. Один и тот же снится сон, Он унесет меня без виз, Парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис, И в этом странном светлом сне Чужую вижу я зарю, И тени храма в Харбине, И троицу на Рю-Дарю, Туда не взять в агентстве тур, И лишь во сне попасть в Дону, Мне в строй было не Биенкур, Перед заводами Рено, Я там услышу разговор, Пардон, месье, меже парлерюс, И я аккордом ля минор, Нащупать пробую тот пульс, Но как поймать, как уловить, И как мне заглянуть в глаза, Им все сумевшим пережить, Но не вернувшимся назад, И ни в Москве, ни на Дону, Лишь с верой в звон колоколов, Они несли свою страну, Среди чужих полей и слот, Один и тот же снится сон, Он унесет меня без виз, Парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис, Спасибо, Ну, северный Тунис, Это порт Безерта, Куда ушла эскадра Врангеля, Мы об этом уже говорили, Из Константинополя в 20-м году, Булан-Биенкур, Это был пригород Парижа, Сейчас один из центральных районов, Там были заводы Рено, Там работало очень много русских, Матросов, казаков, офицеров, И в 5 часов утра, Они шли на работу, В робах, промасленных кепках, И шли удивительно красивым строем, Вот их никто не строил, Не говорил, равняйсь смирно, Они шли, пытаясь хоть как-то донести, Вот честь утраченной страны, Еще одна песня из этого фильма, Она, причем там российское телевидение, Дает 30 секунд на песню, Там тоже толком не успеваешь, А я все вот хотел бы вам спеть полностью, Это песня написана от лица офицера, Иммигранта, У которого в голове все время крутится, Очень популярный романс был в России, Кого-то нет, кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль, Вот припев, конечно, не мой, А просто он вот, ну, как бы он вспоминает вот эту песню. Берег русский, как он близко, Здесь мы жили только вот, С ревома Новороссийска, Отплывает пароход, Гарь сожженная, Имени, Кровью полита земля, Уходящие поколения, Уезжают сыновья, Кого-то нет, Кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль, Как срывали с нас погоны, В том семнадцатом году, Как летели эскадроны, Все сметая на ходу, А что папу на германской На штыки поднял совет, И сгорел в огне гражданское. Брат мой, маленький кадет, Его здесь нет, А я страдаю все по нем, Ему привет, Ему поклон. На дону смерть снегом сыпала, Шла в орел и берегов лагеря, Потом в Галиболе, Все обратно нет дорог, И в Париже, И в Стамбуле, Нам к березам не поспеть, И сбежав в России пули. От тоски погибнем здесь, Кого-то нет, Кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль, Только сны Бьют очень больно, Ведь привидится порой. Мы опять первопрестольны, Мы гуляем По Тверской Снова живы, брат родителей, Я беспечный, молодой, Мне сиеет храм спасителя, Улыбается страстной, Кого-то нет, Кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль, Я вам скажу Один секрет, Кого люблю, Кого-то здесь нет. Спасибо. Был такой казачий поэт Алексей Ачиир. Здравствуйте. Настоящего фамилия была Грызов. Ачиир это было название речки в сибирской станице казачьей, где он жил. Он жил в Владивостоке, потом, когда армия Блюхера подошла к Владивостоку, он по льду перешел на мор, поселился в Китае, в Харбине, Харбине, как говорили мигранты, там, где жил, наверное, около миллиона наших соотечественников, куда приехал после гражданской войны. Харбин и Шанхай, особенно Харбин, были практически русские города. Вот. На территории Китая. Он был такой элегантный, знаете, он играл на рояле. У него было стихотворение, которое буквально просто ставили эпиграфом почти к любому сочинению, так или иначе связанному с русским зарубежем. Особенно с поэзией. Не смела нас Кручина, не выгнула, лишь согнула до самой земли, а за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли. Вот представляете, я работаю в фонде культуры, в советском, потом в российском, потом работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Я вот всю жизнь занимаюсь вот этим поисками наших каких-то забытых поэтов, художников, там, военных, каких-то привожу архивы, какие-то картины привозил. И у нас весь дом огромный к нашему Таганке. Он занят тем, что вот исследования, у нас все время выставки, у нас кинозалы, у нас там киностудии, большой очень центр. Это прямо одна минута от метро Таганская, дом русского зарубежья. Если в Москве будете, приходите, спросите Виктора Леонида, я вас с удовольствием все покажу. Особенно интересно, у нас открыт первый в мире музей иммиграции. Причем, вы знаете, мы решили делать его не по великим именам, там, Бунин, Набоков, я не знаю, Сикорский. Вот, а бытовая как бы жизнь вот людей. Отдельный раздел церковь, церковь, да, в иммиграции какие они были, там, фотографии. Я из Австралии привез ряд вещей, связанных с именем знаменитый, такой был и Аншанхайский, наверное, знаете, да, вот, вот. Там другие какие-то, военное там образование, литература, Харбинский политехнический институт и так далее, и так далее. То есть, показ все это, значит, вот, как бы, вот. Ну, вот, еще один романс из этого фильма, он называется «Наказ». Написано от лица мигранта, который вот обращается то ли к сыну, то ли к внуку и просит послужить стране, которую он уже никогда больше не увидит. Какая же будет награда, когда взор обрадуют твой решетку летнего сада и корпус кадетский родной, где дед твой, гвардейский полковник, учил без муштры и безросток, запомни, мой милый, запомни, с дворцовой пойдешь через мост, и сердце забьется в истуме, когда запоют соловьи, а сам ты окажешься в доме, где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне за тех, перед кем мы в долгу, запомни, мой милый, запомни, погост на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, и знаю, есть наша вина, что кровью умылась святая, проданная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, пускай после судного дня, запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. Спасибо. Ну вот мы уже говорили о флоте, здесь люди, которые отдали флоту свою жизнь. Я хочу вам спеть песню, рассказать немного о человеке совершенно удивительном. Капитан второго ранга в отставке Владимир Викторович Лобыцын. Это человек, который невероятно какой-то был энергией. Причем, вы знаете, он еще в советское время стал разыскивать следы памяти русских моряков, которые так или иначе окончили жизнь за границей. Он ездил в Грецию, там сумел еще, находил там могилы еще времен русско-турецкой войны. Он, значит, находил где-то там, умудрился поставить памятную доску на месте гибели подводной лодки «Морж», там где-то у берегов Турции. В Гельсинфорском соборе Александра Невского в центре Хельсинка он, значит, заказал и умудрился сделать. Почему? Человек, который жил просто в однокомнатной квартире возле проспекта Мира, абсолютно у него не было... Но у него был вот дар такой, знаете, убеждения. Вот он просто невероятный был, дар убеждения. Он приходил к большим людям, генералам, адмиралам, банкирам, рассказывал. И вот такая вот сила была, страсть у него, что ему люди верили. В этом Хельсинке, в соборе Александра Невского, он, значит, на латунной такие таблички, там, с именами русских офицеров, которые были убиты во время мятежа, значит, 17-го года. Он ездил в Омс, создавал там музей Колчака и так далее, и так далее. Но вот он рано довольно умер. И песня, которая посвящена его памяти. Очень много, конечно, он сделал для возвращения памяти о Безерте, где была стоянка русского флота в Тунисе. Столько дел Куда там Не до смерти вам Верстки ворох И за томом Том И колчак И памятник Безертинский И статьи О чем-то О другом То, что мы без вас Никак не верится Только ноет Сердце От тоски А надо небом Вьется Стяг Андреевский Там, где вас встречают Моряки Те, кто шел на смерть Полями минными Кого за борт Кинуло Волной Офицеры Вряд С Гардемаринами Принимают вас Посредний строй Руднева Вы видите Неберенца Как присяга Души их крепки А надо небом Вьется Стяг Андреевский Там, где вас встречают Реки Вдаль вселенной Световыми милями Полыхая окнами Кают Развернулись Русские Флотилии Вам последний Отдают Салют Лапником Покрытый Или Вереском На земле Могилы Далеки А надо небом Вьется Стяг Андреевский Там, где вас встречают Моряки Наяву ли Или это снится мне Будто кончен Важный разговор С именем Владимира Лобыцина В порт вошел Сверкающий Винкор А над ним Над чайками Ириями Там, где все Отброшены Клинки Вьется, вьется Вьется Стяг Андреевский И в строю Застыли Моряки Вьется, вьется Вьется Стяг Андреевский И в строю Застыли Моряки Спасибо большое А сейчас я хочу Вспомнить, знаете День, который во многом Не перевернул И сыграл огромную роль В моей жизни Осень Восемь Нет Девяностое, наверное, год Вот Я в доме Цветаевой Очередная коробка с книгами Из Парижа Русские книги Николай Туроверов Стихи Я ничего не знаю Открываю и читаю Уходили мы Крыма Я запомнил Навсегда Ну, знаете Такой у меня мороз по коже Я вспомнил сразу этот фильм Служили два товарища И этого героя Высоцкого Который, значит Масил этот корабль Я так лихорадочно Стал читать дальше И читаю Я знаю Я знаю Не будет иначе Всему свой черед и пора Не вскрикнет Никто не заплачет Когда постучусь у двора Чужая на выгоне хата Бурья на опавшем плетне Дотблиз степного заката Застывший в убогом окне И скажет Негромко и сухо Что мне здесь нельзя ночевать В блохмотях Босая старуха Меня не узнавшая Мать Я совершенно обалдел Я стал листать Читаю Читаю дальше Ты одна со мною разделила Юность бесшабашную мою Ты меня настойчиво учила Нужному терпению в бою За тобой баклановская лава А за мной двадцатилетний пыл Закружила нас казачья лава Сумасшедший ветер закружил Что тогда мне снилось и казалось Сколько раз рубила я сгоряча Смерть свою, которая касалась Ненароком моего плеча Помнишь в южный день на перекопе Мертвый конь Разбитые ножны Много лет Живя с тобой в Европе Ничего Забыть мы не должны Я помню, тогда выходил огонек Миллионным тиражом А его рубрику Значит, русская муза Забытый поэт Вел и в тушенком Кто-то мне дал его Мобильных тогда не было Кто-то мне дал его телефон И я ему позвонил в Переделкино К моему изумлению Он сам взял трубку Никакой не помощник Ну, такой резкий человек Что вы, чего? Я как выпалил ему Уходильным искром Он еще раз Пришли факсом Я говорю У меня нет факса, Евгений Александрович Диктуй по знакам Я, значит, диктую Туроверов, а кто это? Я говорю Я пока не знаю Вот передо мной сборник Париж, стихи, 27-й год Но чуть-чуть Очень волновался Сбивчу очень ему рассказал Кто я, чего я Он говорит Ну, давай Вот если еще пару стихотворений Продиктуешь И главное Найдешь Кто он и что он Вот Когда он родился Хотя бы Когда он умер То через неделю Это выйдет в огоньке Ну, слава богу У меня справочников было много Я стал листать Казак области войска Донского Подъесолу Атаманского полка Несколько раз ранен В гражданскую войну Сербия Остров Лемнос Который мы хорошо знаем С Димой И всю жизнь в Париже Причем Вы знаете Это был человек Который был В эмиграции Популярен Ну, я не знаю Как вот Есенин Или Высоцкий Вот бывают поэты Которых вот Его не очень признавала Критика русского Парижа Литературного мэтра Снова Так сказать Да Ну, это маловолновало Но его безумно любил народ Его портреты были Чуть не в каждом Доме казака Изгнанника Военных По его стихам Люди учили Значит Русскому языку Вот, например Послушайте Каким он написал стихи Когда они покидали Крым В двадцатом году И Успели заехать Бахчисарайский дворец Он вспоминает Поэму Пушкина Бахчисарай В огне В огне все было И в дому Мы уходили от погони Увы, не в Пушкинском Крыму Тогда скакали наши кони В дому войны был этот край Спешил наш полк Долиной Качей И покидал Бахчисарай Последним Наш разъезд Казачий Конец Конец Всему конец В незабываемом Волнении Я посетил Тогда дворец В его печальном Запустении И я увидел Тронный зал Мерцало Тускло Позолота С трудом Стихия Вспоминал В пустом дворце Искал кого-то Нетерпеливо Вестовой Водил коней Вокруг гарема Когда и где Мне голос твой Опять послышится Зарема Прощай Фонтан Холодных слез Мне сердце Жгла Слеза Иная И роз Тебе я не принес Тебя навеки Покидая Вот такие Потрясающие стихи Но особенно Вы знаете В 14-м году Когда было Воссоединение С Крымом Я все время Вспоминал Классические Короткое стихотворение Мы шли В сухой Пыльной мгле По раскаленной Крымской глине Бахчисарай Как хам В седле Дремал В глубокой Котловине И в этот день Чифут кале Сорвав Бессмертники Сухие Я выцарапал На скале 20-й год Прощай Россия 19 лет Молодой казачок Подъясал Эйбвард И атаманского полка Кстати А вчера Выступая В музее Державин На фонтанке Я рассказал Его директору Легендарному Вашему директору Сергею Михайловичу Некрасову Что Туроверов Был одним из организаторов Знаменитой выставки В 1937 году Советский Союз И эмигрантская Россия Не вступили В свое родное соревнование Кто достойнее В 30-летие Со дня гибели Пушкина В Москве Был открыт Огромный выставок В историческом музее Ну конечно Были статьи в правде Что Сталин Продолжатель дела Пушкина И все такое Но Вот эта вот Квартира на Мойке Была оширена Но в эмиграции Они изо всех сил Был такой великий Танцовщик Любимец Дегелева И будущим Главный хореограф Парижской оперы Сергей Михайлович Лефариум Наследовал всю Пушкинскую коллекцию Дегелю И вот он стал Организатором Огромной выставки В Париже Пушкина и его эпоха То есть Вы входили туда Там значит Были картины Тропинина Венецианова Бюсты Шубина Кипренского Автографа Пушкина Жуковского Книги Они собрали По всему зарубежью Значит это И как оказалось Организатором залов Посвященных Капитанской дочке И истории Пугачева Был вот Туроверов Он был еще историком Прекрасно Знаете в интернете Я сделал Две книги Туроверова Но Обе они конечно Разошлись Одна была маленькая Такая в доме Цветаевой Значит и Была эта радиостанция Эхо Москвы И я часто на ней Ну это было очень давно Я часто Она через дорогу Прям была На Новом Арбате Я часто там рассказывал 20 лет назад Это было О каких-то новых поэтах Книгах там Тогда это была Очень достойная радиостанция Вот И значит Я рассказал Что мы выпустили Книгу Туроверу И прочел эти стихи И пошел через дорогу В дом Цветаев И смотрю Прям бегут люди Вот в дом Цветаев Просто бегут Бабушки отталкивают Другую Купить книгу С этими стихами А второй уже Значит раз Когда я был В фонде культуры И Вот Я очень хотел Чтобы Никита Сергеевич Михалков С ними познакомился Но он все время Знаете Со Свитой Там У него там Куча людей Там Вот Я помню Как-то вот он идет И я просто Вот так вот Спрыгнул сверху Тогда был Молодой Тойник Сверху Спрыгнул Через перилы Прямо предстал перед ним И выпалил И уходили мы из Крыма Значит вот Меня там это Рвут в разные части Ты что с ума сошел Это Никита Сергеевич Тут у нас банкиры Президент там Какой-то Кавказской республики Ты куда Давай-давай Читай Значит Я мечтаю Он говорит А у тебя книга есть Я говорю Одна осталась Значит давай Ну вот Наутро значит Приходит грозный генеральный директор Как я смел Подойти к Михалкову Там же надо Это целое дело Получать разрешение Там В общем он тоже Можно понять Потому что Представляете Сколько народа К нему Лезет Как бы Да Вот И в этот момент Он звонит И говорит Значит что Слушай Ну вот Мне еще нужна книга Я не могу Я говорю Я с ней не расстаюсь Ну и в общем Я ему предложил Говорю Давайте я поеду во Францию Там архив Там люди Которые его знали Вот Поверьте Я значит Не просто покататься Через несколько дней Я уже там была В момент виза Деньги там Вот Я поехал туда Была удивительная совершенно женщина Ирина Ивановна Туроверова Она была вдовой брата Туроверова Александра Они жили там рядом Во Франции Таким знаете Пытались воссоздать Хоть как-то свой казачий курень Какой-то И Она была Причем У нее были Мусины Пушкины в роду Бобринские Там еще кто-то Вот И она Побывав на некоторых наших Дворянских собраниях Она изумлялась И говорила Что за люди Вот чего они так рвутся Вот титул какой-то В себе получить Мне мать говорила Интересно В 19-е годы Как будто эти письма В 19-е годы По телефону Она неожиданно Совершенно ушла Из жизни Я помню Мы поднимались На четвертый этаж Она все время Задыхалась И все время Она все время Говорила Чтобы я когда приеду В Сент-Клюв Чтобы я ей звонила Она подъехала на машине Потому что там было далеко идти И я каждый раз думал Что ей вот так тяжело Подниматься Ничего я там Несколько километров пройду Не развалюсь Чтобы она лишний раз полезла И все-таки Вот эта Удивительная была Красота совершенно Женщина И знаете красоты И внешне Вот ей было 75 лет Казачка И вот светлой Какой-то старорусской Вот этой вот Любовью к России К поэзии Невероятной совершенно Она относилась ко мне Как к сыну Что нашелся в России Человек который вот Занялся Наследием Туроверова Ну и в общем Не дожила она до книги Песня посвященная ей И еще одной удивительной женщине Дочери Генерала Деникина Мне тоже повезло Я ее узнал Я ездил к ней в Версаль Я улетаю из Парижа Я улетаю из Парижа Я здесь неделю был всего-то На крыле облака Наниже Стальной кар Аэрофлота Дождь пляшет на прощанье танец И улетает всегда так грустно А рядом улица Испанец Не понимающий по-русски Я улетаю из Парижа Из мекки русского изгнания Где мне конечно было ближе К стране оставшейся в названии Той золотой многозвонной И до сих пор до слез манящей К той старой дореволюционной Придуманной и настоящей Я наслаждался старой речью Конечно нашей, но другою И в разговорах трогала вечность Своей собственной рукою И я вернусь к любимым ликам Я в это не теряю веры Версаль к Марине Грэйди Никен В Сен-Клюк-Рине Дуровера Как ну где тянутся каштаны Немыслимым былая цветом Где над архивом я как пьяный Читал забытого поэта Что столько воевал, но выжил В песках Сахары и Херсона А вышло так писал в Париже Паян станиц родного дона Среди крестов и обелисков Сен-Женевьевского предместе Он лег под кроною ветвистой На пантеоне нашей чести Мне бы задержаться лет на двадцать Могилы навещать святые Но только надо возвращаться Лететь в Россию из России Я улетаю из Парижа Спасибо А теперь песня, посвященная человеку Благодаря которому я здесь нахожусь Замечательному русскому воину Генералу Ивану, народному герою Парагвая Генералу Ивана Тимофеевичу Беляеву Потому что именно благодаря ему Мы познакомились с его правнуком В результате чего значит я вот И уже здесь второй раз, чему я очень рад Но генерал Иван Тимофеевич Беляев Это вот один из, я считаю, символов русского изгнания Это был замечательный шин офицер Один из ближайших, насколько я помню, людей к Врангелю Оказавшись в эмиграции, он не прижился и в Европе Уехал в Южную Америку и обратился к лич, значит, через русские газеты К офицерам, ну я очень так рассказываю Это просто, что, мол, приезжайте Давайте создадим вот настоящую Русь Очаг, русский очаг, давайте Ну и в общем много народа туда приехало Вы знаете, что он, что он вот этот человек сумел сделать Да, он под его руководством осушили болото Выиграли войну, как только осушили болото Боливия сразу захотела эти территории Которые когда-то были, значит, были у ее границ Он выиграл эту чакскую войну, как они называли У боливийской армии, которую тренировали немецкие офицеры Причем там парагвайская армия была там в, значит, в 10 раз меньше Он сумел вот это все сделать Потом он сумел помирить белых с индейцами, значит Он изучал фольклор индейский Когда его отпевали, ворвались индейцы Значит, схватили его тело, понесли на свой вигвам Потому что он для них до сих пор в Южной Америке Индейский эпос, он, значит, да Вот А сам он был сыном коменданта Петропавловской крепости, да? А? Кронштадтская Кронштадта, да Ну вот, и как бы я рискнул написать романс От лица генерала Беляева Кто бы мне рассказал, что с солдатами Потерявшими милый свой край Буду пить терпкий чай, ербоматая Под звездой у реки Парагвай И какой жеребий выдал ты, Боже, мне Что пророчеством станет мой сон И что буду вождем краснокожих я В бронзолицах индейских племен Мы были узники времен Но рок пошел валют Кто же ожидал, что сенсион Заменит Петербург И коль в России правит бес И горе день за днем Так пусть же станет Южный крест Пророческим крестом Там, где кожа вскипает москитами Где на тропах царит ягуар Собирайтесь ко мне недобитые Пережившие русский пожар И гордиться друзья вами вправе я Ведь недаром России сыны На колени мы немцев поставили На полях боливийской войны Но недоверие с каждым днем Опять сулит беду Все как тогда, как в роковом семнадцатом году И коль в России правит бес И горе день за днем Так пусть же станет русский крест Пророческим крестом А красив, как цветок арукария Мой собрать, обернись, посмотри Только все же не заменит он зарева За Исаакием зимней зари Пороговай я тебе раскаленному Буду вечно служить в том клянусь Но сияет мечтой одоленную Моя родина светлая Русь Но сияет мечтой одоленную Моя родина светлая Русь Спасибо А теперь песня посвящена вашему земляку Человеку совершенно страшной судьбы Он был самым настоящим уголовником Он семь раз сидел в тюрьме Юрий Аркадьевич Борисов Он был сыном репрессированных родителей Родился в лагере Со всем мальчиком вместе с друзьями Они залезли куда-то в ларек Денег не взяли Взяли три бутылки Ну тех было, кому защитить Его не было, у него родители были расстреляны Его посадили в тюрьму Вернулся проверка паспортного режима Паспорт завалился за холодильник В общем это был зэк Который на него лезал из тюрьмы И одновременно с этим он писал Совершенно потрясающие романсы Романсы о белых офицерах О белой гвардии О царе Откуда, как он это брал Это было совершенно непонятно Но знаете вот 70-е годы 80-е были очень популярны Вот эти вот романсы Поручик Голицын и так далее Был такой, знаете, вот знаменитый певец Валерий Агафонов Да, может слышали о нем Вот И он очень много пел романцев Вот этого Юрия Борисова Был знаменитый, значит Такой романс Все теперь против нас Будто мы и креста не носили Словно аспиды мы в бусурманской крови И даже места нам нет Вышалевшее от горя России И Господь нас не слышит Зови, не зови Откуда, вот как он брал Вот этот человек Знаешь, как он где брал Эти сюжеты Это совершенно невозможно понять Ну, в общем, такую песню Вот я попробовал написать о нем Давай, родной, расписывай Под струнный перебор Про Юрия Борисова Что был поэт и вор Он маялся по зонам и Тянул за сроком срок Дарать златопогонную Воспеть сподобил Бог Средь доходяк измученных Империи блатной Он видел лик поручика И офицерский строй Нелагерные капли Отчаяния до тоска Он все пел про капеля Про выбор колчика Среди полей застуженных Под звуки топора Летели вскачь хорунжи И гибли юнкера Заказ столбенелые Все не могли взять в толк Откуда песни белые Про царско-сельский полк Давно все стало повестью Глядим со стороны Что песни были совестью Исчезнувшей страны Своей баладой дерзкую Сумел он, как бог, весть Восславить офицерскую Поруганную честь Давай, родоной, расписывай Спасибо Еще одна песня Что-то вдруг утром Сел голос, нестойно всего Поэтому если Помехи за счет акустики А еще одна песня В памяти Замечательного питерского Исполнителя романцев Валерия Гафонова Ну, вы все это знаете В нашем доме есть киностудия Русский путь И есть замечательный Совершенно там им руодит Кинорежиссер Мой друг Сергей Зайцев Он автор совершенно потрясающего фильма Погибли за Францию Очень советую посмотреть на Ютубе Этот фильм посвящен Русским экспедиционным корпусом Вылывавшим во Франции В годы Первой мировой войны Мало кто знает Что наши войска Посели Европу от немцев Не только В сорок пятом году Но и на тридцать лет раньше Когда по приказу Николая Второго Четыре отборные русские бригады Были посланы На помощь союзников И маршал Фош Который подписывал Компьенское перемирие Он сказал Что если бы не Россия И Франция была бы стерта С лица земли К сожалению Мало кто это помнит Ну вот И у него есть фильм Посвященный Агафонову Он называется Порок сердца Не порог А порог сердца Блокадный мальчишка Выросший в ленинградской коммуналке Как? Откуда? Понимаете? Как он пел эти романсы Старинные Как он их Где он их брал? Как он понимал? Как он это чувствовал? Я не знаю Многие мне говорили Ему то давали выступать То не давали Мне говорили Что были афишны Его концерт Что кто-то его даже слышал По радио Но все равно Была какая-то Значит Полутакая Подпольная жизнь Вот Он уехал в Вильнюс Там Думал тоже Там Как-то вот он Развернется И Но причем Как вот рассказывают люди Которые узнал Он просто брал гитару Становился в одном Из ленинградских Этих колодцев И пел И сразу собирался Тучи народу Да И это вот Самое поразительное В этом голосе Да Это Совершенно человек Который Самоучка Он не ходил В музыкальную школу Ничего Да Что он Как-то вот слышал Вот эти интонации Вы знаете Я Мне повезло Я Напомните Нашу великую певицу Аллу Баянову Мне вообще повезло Я Вообще Мне повезло Я живу Рядом с Арбатом Значит Вот Мой отец был летчик Такой по Царстве небесное По авиационным системам Вот Специалист И мы получили квартиру Там В таком Очень хорошем месте Вот И А Баянова Когда она приехала сюда Горбачевой Дал квартиру Жила рядом Рядом со мной В староконечном Прилок Ну и понимаете Для меня Человек Который занимается Зарубежем Вот я просто Приходил в гости К Али Баяновой Значит Она мне рассказывала Ей было почти 100 лет Она там прятала Свой возраст Говорят Она 7 лет зажилила Когда ей дали паспорт Значит В этом Ну понимаете Это было Глаза Каким огнем горели Как она рассказала О Вертинском О Юсупове О Кабары Кавказ О лагере Где она сидела При В Румынии Ее там Чаушеско Он ненавидел Это все Белогвардейщик Ну значит Ее там Ну не преследовали Но После войны Сидела в лагере Потому что там Дворянская культура Еще что-то Была совершенно И когда я ее спросил А как вот Кто из ваших Кто из наших Певцов Вообще Вот как вам кажется Кто сумел Вот сохранить Вот это чувство Русского романса Да Кто сумел Донести Вот его оттуда Она сходом Не сказала Агафонов Я говорит Просто Интонациями Даже говорит Это Какие-то интонации Были Старой России Я была Она говорит Изумлена Когда узнала Что он вырос В Ленинграде И что это Абсолютно Советский Человек Ну выросший В Советском Союзе Ну вот В памяти Валерия Агафонова Суть боль была Ему охранником Или ангел Плыл над головой Когда он шел Под утро пьяненький Мостами Над родной Невой Потом решив Что ж так печалится Рвет душу С ночи До зарей Включили Красный свет Страдальцу И На небо взяли Сорок три Тряхнувши Кудрями Цыганскими Он трону Струны Начинал И в такт Со старыми Романсами Пьянел И уносился В зал И под забытую Венгерочку От счастья Или от тоски Шептали женщины Валерочка Выстуми трогать Виски А голос Доводил до стоны В тот край Манил Что позади В страну С церквами И с иконами С крестом Заветным На груди И с богомолем И с дуэлями С побегами И из-под венца Страну Что по ветру Развели Да все же Видать Не до конца Но только Как же Было Вынести Запреты Тусклые Как смерть Совсем Чуть-чуть Работы Виднеси И перекрытый Лен Концерт И не найдя В себе Спасения От Одноклеточных Времен Он умер Вдруг Порой Осенне Так И не выйдя На поклон Так И не выйдя На поклон Спасибо А вот такая еще песня Она Несколько Относится Я бы сказал Постперестроечным Годам Причем Вы знаете Те кто слышал Эту песню Они как правило Мне отзывают И говорят Слушай Ну кому она посвящена Ну ладно Ну мне скажи Я вот никому не скажу Могил Ну скажи Ну кому Правда Слухи самые разные Даже страшно говорить Кому И женам Каких людей Пытаются Но это Поверьте Это действительно Она написана От первого лица Песня Но это как будто Обобщение Каких-то рассказов Все мы жили В 90-е годы Пережили Значит И этот Крах иллюзий И надежды Входили в новую жизнь Была масса Этих судеб Которые вот Как-то вот Расходились И вот просто Значит И как-то вот У меня написалось Написалась Такая песня Вы, конечно, помните Был замечательный Такой роман С Твоей глаза зеленые Твои глаза зеленые Твои слова обманные И автор Борис Фомин Тоже сейчас Слава Богу Его вспомнили Вот Человек сидевший При Сталине Автор очень многих романцев В том числе Дорогой длинную Вот Вот живут Вот живут двое Да Он Она ему поет Твои глаза зеленые Начинаются 90-е годы Она становится Миллионершей А он куда-то Отходит там На другой план Они расстаются Но все время Он вспоминает Как пела Она ему Твои глаза зеленые Вот такая песня А мы с тобою Молодые И влюбленные Кругом гудит Советская страна И ты поешь мне Про глаза зеленые Роман с забытого Бориса Фомина Глаза мои По ложе Были карие Кудрей в помине Не было седых И кочевали мы Из-за люберец Владкарина По комнатам Знакомых И родных Казалось Власть Не тающую Лединую Но жили мы Забыв Про прежний Страх А тот Кто написал Дорогой длинную Провел почти Пол жизни В лагерях И вдруг Эпоха Отдыхают Викинги Ключи Забили Под чугунным Ледом И мы с тобой Отбегали На митинги И защитили Честно Белый дом Казалось Жить Мгновение Станет Лучше нам Но все мечты Сгорели Как зола Чтоб не пропасть В период После путьчевых Мы принялись За новые Дела Киоски Рэкет Откупы В налоговых Давила Мерзость С каждым Новым Днем Я понял Что не там Себя Попробовал А ты пошла Совсем Другим Путем Потом Разрыв Слова Что все Старания Обречены Коля Рядом Дураки Потом Роман С богатым Египтянином А там Торговый дом И бутики Сегодня Ты глядишь С обложек Глянцевым Ты учишь Жить И ты Во всем Права Еще бы Представительство Во Франции И сто Гектаров Где-то В горках Два И что Сравнить С твоими Миллионами Воспоминаниям Нынче Грош Цена Ну как Ты пела Про глаза Зеленые Роман С забытого Бориса Фомина Ну как Ты пела Про глаза Зеленые Роман С забытого Бориса Фомина Ну вот Ну мы так уже постепенно Наверное приближаемся К завершению Еще одну песню Которую здесь Среди этих икон Вот Я бы хотел Конечно вспомнить Вы знаете Есть люди Которым Вот не повезло Они почему-то Не входят обойму Великих деятелей Русской культуры Вот все знают Александр Бенуа Великий художник Энциклопедист Искусствовед А вот спроси Кто такой Николай Окунев Не знает никто А Николай Окунев Открыл фрески Очень многих Древних Старых Русских Монастырей И потом Оказавшись в эмиграции После 20-го года Вот Он Изъездил Все Балканы Всю Сербию И он Расчищал Древние Сербские монастыри Вот эти фрески Особенно есть Такой знаменитый Монастырь Святого Пантелеймона Возле Скопии В Македонии Когда-то это было Единое королевство Сербов Хорватов Иславянцев Которое потом Стало Югославии Страна Которая возникла После Первой Мировой войны Значит Вот И Он Просто Вот знаете Он мог Стена такая Ну Скопать Там уже Этого монастыря Расчищайте здесь Бац Там Святые Причем Он открыл Что Как бы Вот такие Ну как бы Я вот Очень так Просто Пытаюсь сейчас Сказать Я не искусствовед Ну в общем Считается Что Значит Древние Лики Святых С какими-то Вот такими Уже Человеческими Чертами Мировое Искусство Знание Начинается С великого Итальянского Художника Джота То вот Окунев Открыл Эту тенденцию Еще за 500 лет До Джота В балканских Монастырях Это очень мало Кто как бы Так сказать Произносит И проповедует Вот Ну он сам Умер В Праге Значит Ну вот Мы сделали Фильм об Окуневе И я написал Туда песню Тоже попробовал Как бы написать Романс От его лица Песня К сожалению В фильм Не вошла Вот Вот значит Словно тянутся С неба ладони мне Словно сверху читают Псалтырь Вот святыня твоя Македония Меж расщелины скал Монастырь Не напрасно Пророчило сердце Мне Что сквозь Купать Со стен Вековых Засияют Опять Фрески Сирбские И воскресшие Великие Святые Ах ты дрожь Моя Благоговейная Ведь сейчас Через Тысячу Я раскрою Глаза Пантелеймону И он снова Посмотрит На свет От Балкан До Великой Армении В древних храмах Под сводами Гор Я искал Первозданность Успения И Христа Всепрощающий Взор В черный час Когда в дом Мой Над Волтавою Вестник Смерти Влетел Нетопырь Я все Грязь Я все Ушедший Державою И все Чудился Мне Монастырь Я все Грязь Ушедший Державою И все Чудился Мне Монастырь Спасибо Ну и песня Посвященная Нашему Великому Поэту Сергею Есенину Вы знаете Он В общем Его поездки За границей Все время Были какие-то Скандалы Все эти Как у нас Называли Буржуазные Газеты С огромным Удовольствием Перепечатали Все время Там были Какие-то Драки Там Его забирали В полицию А Сидора Дункам Все время Его возила Ему Он То что Было Он Совершенно Там Не мог Находиться Однажды В Париже Значит Он Был Такой Друг Кузик Он Говорит Сергон Ну Поехали Поехали Значит Куда-то Там Версаль Хоть Посмотрим Поехали Пивную Спрыгнул С поезда Пошел Туда Совершенно Он Совершенно Не мог Там Жить И он С проклятиями В конце Концов Оттуда Вернулся Значит Но вы Знаете Он Написал Самые Гениальные Слова Которые Передают Ощущение Русского Человека За границей Это Просто Какие-то Пушкинские Вершины Божественные Это Невероятно А теперь Я Милый Ничего Не Значу Под Чужую Песню И Смеюсь И Плачу Совершенно Фантастика Правда Как сказано Да Вот Ну Я Попробовал Написать Песню У меня Цикл Есть Там Есть Песня От Светаева Есть О Высоцком Конечно Вот Даже Есть О Пушкине А вот Я хочу Вам Сегодня Спеть Песню О Есенине Потому Что Мне кажется Что Он Ну Что Это Был Конечно Русский Гений Великий Тут Чего Говорить Да А Просто Мне кажется Он Очень Много Еще Предугадал В своих Стихах Да Особенно Трагедия Русской Деревни Коллективизация Он Просто Кожей Чувствовал Мне кажется Буквально Вот Эту Беду Которая Надвигалась Это Вовсе Не Макс Линдер И Не Синема Он Идет На нем Цилиндр А вокруг Зима А вокруг Друзья Ты Гений Птица Гамаю Ты Один У нас Есенин Угощай Сергу А потом С кабацким Свистом Драка И Привод Лишь Звонок Вождей Чекистских Выручит Его Что Ему Казалось Мало Чем Был Нехорош Мир В котором Понимал Он Зов Пали И Рочь Мир Где Ведал Песнь Раздолья Журавлей Полет Видно Со Своей Болью Знал Все Наперед Эшелоны Эшелоны Воркута Сибирь Урал Сотни Тысяч Миллионы Только Кто их Сосчитал Видно Спец Переселенцы Ему Виделись Во снах И Замерзшие Младенцы Где-то Бледяных Троя Но Пока До Перелома Еще Только Зреет Власть Может Качегу Родному Ему Стоило Припасть Ночь Луна Ласкает Лодку Ветер Мельница Вим Не Нужна Была Бы Водка И Не Нужен Кокаин И Заря Б Его Манила Словно Девичье Плечо И Глядишь Хватило Б силы И Пожил Б Он Еще За Рязанским Косогором Стал Б Там Седым Миллионы Губ Повторят С белых Ябл Дым Ну Вот И В завершении У нас Такая Большая Получилась Встреча Вы Просили Меня Спеть Песню Посвященную Сухопутным Войскам Правильно Значит Но Я Уже Упоминал О том Что Русском Экспедиционном Корпусе Реймс Франция Собор Девенчались На царство Французские Короли Вы Едете Значит И Долго Ехать Там Все время Люди Путаются Некоторые Вот Кстати Находили Это Такой Городок Мармелон Лесен-Легран Там Сплошные Памятники Павшим Первой Мировой Войны Там Была Линия Шампани Линия Противостояния И Вдруг Такой Памятник Русская Луковка Церковная И Надпись По-французски Дети Франции Вспомните О ваших Русских Братьях И положите Сюда Цветы И Дальше Вы 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 Знаете Аккуратно Такое Кладбище Звонницы В псковском Стиле Кресты Православные Русские Кавказские Украинские Белорусские Фамилии И надпись Морпур Ла Франц Погиб За Францию Там Похоронены Солдаты Офицеры Русского Экспедиционного Корпуса Вы Знаете Ну Это Вообще Целая История Какого Было Этим Людям Многие Из них Оказавшись Во Франции Ну Представляете Они во Франции Они воюют Царь Которому Они присягали Значит Свергнут Временное Правительство Потом Большевики Они требовали Чтобы их Значит Вернули На родину И генерал Корнилов Командующий Войсками Временного Правительства Он отдал Приказ И они Подняли Мятеж Там Во Франции И они Отдал Приказ Подавить Любой ценой И значит Армия Разделилась И можно Сказать Что гражданская Война В России Началась Там начинал Свой боевой путь Будущий Министр Обороны СССР Родион Яковлевич Малиновский И когда они Были с Хрущевым В 1963 Году Во Франции Он говорит Никита Сергеевич А можно Я съезжу На места Своей Боевой Юности Он не знал Об этом Хрущев Он говорит Ты чего Вина Перебрал Что ли Французскую Какая Я здесь Воевал Чего Куда Говорит В 16 Году А Песня Посвященная Вот этим Солдатам Офицерам Русского Экспедиционного Корпуса Русские Бригады Как их Называли Или еще Называли Легион Чести Русские Бригады Сердце Глупое Не бейся Мыслям Скорым В унисон Там Во Франции Под Реймсом Спрятан Город Мурмелу Где За честь Не за награду Клевета Навек Отстань Дрались Русские Бригады За Провинцию Шампань Дрались Русские Бригады За Провинцию Шампань А В 16 Проклятой И По Крестному Пути Из России Шли Солдаты Чтобы Францию Спасти И Европе На Тараду И изумляя Штыковой Дрались Русские Бригады Чтоб Париж Прикрыть Собой Дрались Русские Бригады Чтоб Париж Прикрыть Собой Бригады Здесь Бригады Дрались Русские Бригады За Французские Поля Время Память Усмиряет Слава Богу Что Живем Широка Страна Роданая Где Упомнить Обо Всем Вен Не режем От Досады Не Зальем Тоску И Что Забыты Те Бригады На Забытой Той Войне Что Забыты Те Бригады На Забытой Той Войне Только что-то Но Тянет Не Дает Никак Уснуть Золотым Полям Шампани Жеребий Выпал Значит В путь Где Душа Легионера Прозвенит Мне Как струна Что Могилы Сент-Алера Наша Русская Война Что Могилы Сент-Алера Наша Русская Война Сердце Глупое Не Бейся Мыслям Скором В унесу Там О Франции Под Раимсом Спрятан Город Мурмело Где За честь Не за награду Клевета Навек Отстань Дрались Русские Бригады За Провинцию Шампань Дрались Русские Бригады За Провинцию Шампань Я очень рад нашей встрече Такие замечательные люди Вот И по моему Все у нас прошло очень хорошо Спасибо большое Я думаю до новых встреч Спасибо Диме за то что он вообще все это организовал и сделал Спасибо Спасибо